Такой урожай убирать, конечно, надо. И как можно скорее. Летом САГ перешел на трехсменный режим работы. Машинам приходится вывозить и такие вот бесхозные, главное, неоплаченные грузы. Репутация курорта важнее, однако попустительством заниматься тоже никто не планирует. Поэтому сотрудники районной администрации, полиции и ТОСов вечером отправились в рейд. Понаблюдать, кто помогает расти куча мусора. Вот и первый нарушитель. Она смело идет через дорогу и верной рукой кладет мешок под дерево. Вы с какой организацией? Вот здесь рядом кулинарные истории. Кулинарные истории? А у вас заключен договор? А сегодня хозяйка была, она ничего не сказала, я бы не принесла. Ну, это ее дело, мое дело, что она мне скажет, что ей делать. На все вопросы ответ один. Вот, несобычная. Как вы обращаться? Вот так делаете, вот так я делаю. Если сотрудникам заведений надо напоминать, куда выбрасывать мусор, в районной администрации это готовы сделать. Выдается лицо уведомление, приглашается на комиссию и составляется протокол. Штраф до 100 тысяч рублей. Только по итогам одного рейда в течение трех часов комиссия встретила полдесятка таких нарушителей. Отсутствие у предприятия договора с САХом – это прямое нарушение санитарных правил и федерального законодательства. Ведь мусор из заведения все равно куда-то выбрасывают. Такие же рейды комиссия проведет еще не раз, в том числе и на других улицах. К тому же в популярных у нарушителей местах уже сегодня начали устанавливать видеокамеры. Они появятся и рядом с контейнерными площадками. Таким образом под контроль попадут и те, кто сваливает строительный мусор. Его САХ вывезет. Но эта услуга обойдется нарушителю дорого. Стоимость вывоза взыщут принудительно вместе с внушительными штрафами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова